Как у вас дела, расскажите, как будни проходят? Ещё помаленьку двигаемся. Молодцы мы. Вперёд. Вот скажи, 90 лет было. 90 лет отметили очень хорошо. Медведь наш понравился, которого передали? Всё понравилось. Спасибо за всё. Сейчас Надежда Постникова и её подопечные, можно даже сказать, подруги за сотни километров друг от друга. Она в Барнауле, они в Целинном. Девушка годами ездила в дома престарелых с праздниками и подарками, а теперь видится с друзьями в новом формате. Говорит, сначала к идее такого общения и вебинарам онлайн отнесла скептически, но спустя пару недель поняла, это здорово. И темы каждой встречи вдохновляют обе стороны. Например, разговаривали про женихов, про невест. А сейчас я планирую вообще узнать, какие у них были свадьбы. Мне так интересно, потому что для них это воспоминание молодости, когда всё было легче, чем сейчас. Всё чаще подобные встречи онлайн охватывают не только интернаты нашего региона. Присоединяются и другие. Их гостями становятся звёзды эстрады и кино. Недавно на вопросы отвечала Дарья Марус на очереди Юлия Снегирь. А это уже вторая часть проекта «Мы рядом». И её пожилые воспринимают буквально на ура. Люди со всего мира, любой человек может записать видео «Привет», присылать нам его на электронную почту. Мы сделаем красивый плейлист и бабушкам высылаем дважды в неделю. И таких видеоприветов, где люди поют, танцуют и просто рассказывают о своей жизни, уже немало. К примеру, присоединились к акции замминистра социальной защиты края, солистка Краевого музыкального театра Виктория Гальцева с семьёй. Иди, мой друг, всегда иди на роды, куда врань. Что-то навеяло старые добрые детские стихи, посвящённые весне. Апрель-апрель, на дворе звенит копейка. По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. Свой видеопривет может записать любой, и его обязательно увидят и услышат те, кто ждут, бабушки и дедушки. Позвоните по указанному на экране номеру телефона, и вам расскажут, куда прислать видеообращение. А между тем, Надежда Постникова, один из организаторов акции, уже размышляет, что прежде всего сделает после завершения самоизоляции. Я думаю, что интернаты откроют позже, конечно. То есть, с нас карантин снимут, их поддержат ещё какое-то время, но уже такого сложного не будет. Мы, в общем-то, решили, что мы поедем просто под окна им махать. И всё равно, что это 250 километров до них ехать. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.